Администрация из года в год ездит и поздравляет девушек, которые очень рано встают, чтобы нас напоить горячим молоком. Благодаря вашему труду у нас есть молоко. Дорогие девушки, у вас с Международным женским днём самое главное – любить, быть любимыми, чтобы у вас всегда было солнце над головой, чтобы мужчины вас радовали. Ну и вы, их не забывайте и тоже радуйте. С праздником вас! Спасибо! А это вот от нас, да, к вам. От души хочу пожелать, оставайтесь любимыми и любите сами. Женского вам счастья, здоровья и самое главное – мирного неба. Спасибо вам и за ваш труд тоже. С праздником, девочки. С праздником вас, праздником, спасибо. Ну я хочу пожелать вам в этот день поздравить с праздником, с 8 марта, пожелать вам вашим семьям здоровья, здоровья и здоровья, потому что без него в этом, как говорится, мире ничего нет. И пожелать вам хочу мирного неба, потому что это тоже очень сейчас актуальная тема, которой без неё нельзя. Мы выезжаем в сельское хозяйство, в данном случае в животноводство на 8 марта, чтобы вас, дорогие девушки, поздравить с 8 марта. Сельское хозяйство, локомотив нашего района, вы у нас самое крупное предприятие в районе, в Успецкий городовый союз, в котором, слава богу, есть животноводство, да, и, как Александр Георгиевич говорит, оно ещё и будет развиваться. Поэтому, дорогие, любимые наши, уважаемые девушки, поздравляю вас с 8 марта, желаю любить, быть любимыми, желаю, чтобы, конечно, было здоровья у вас, у ваших близких, благополучия вам и вашим близким, мирного неба над головой, это обязательно. Поэтому, всего самого наилучшего, весеннего настроения и улыбайтесь. Спасибо вам, Марта. Спасибо вам, Марта. Спасибо вам. Марта, спасибо вам. С огромным удовольствием сегодня мы приехали к вам. Как хорошо, что с первыми тёплыми весенними денёчками наступают и настоящие, поистине женские праздники. Праздник, который олицетворяет, ну, по-настоящему женщину. Добрую, нежную, тёплую, заботливую, любящую. Я от всей души желаю, чтобы у вас был мир, лад, покой в семье. Чтобы вы любили и были любимы, это обязательно. Чтобы рядом с вами всегда были надёжные мужские плечи, за которые мы могли бы стоять, как за каменной по-настоящему стеной. Чтобы вас ценили дети и внуки, в чём и есть продолжение женщин. С праздником вас, милый. Пусть, если у вас и будут слёзы, то это будут только слёзы радости. Чтобы вы почаще улыбались, чтобы было всегда хорошее настроение. С праздником вас. С настоящим женским днём. Это городообразующее будет предприятие, и мы здесь будем стараться продвигать и дальше усовершенствовать это. Вы сами знаете, может, другая будет технология или что-то это со временем. Но я хочу сказать, ваш труд действительно, он дорогого стоит. В этот день хочу поздравить всё равно вас с праздничком, тоже с 8 марта. Нам пожелать вам, вашим семьям, вам здоровья, мирного неба. Нам всем. Кришайте, кришайте. Всего до свидания. По традиции ездим и поздравляем тех девушек, которые с утра рано встают, а то бывает и всё на шли спят. В данном случае, как вы, потому что тесто замеси, спеки, чтобы с утреца мы уже ели горячие вкусные хлебы. Поэтому вас с 8 марта. Спасибо большое. Любите, будьте любимыми. Конечно же, здоровья, благополучия вам, вашим близким. Мирного неба за головой. Святы не только в этот день, а чтобы каждый день вам дарили мужчины, чтобы носили вас на руках. В общем, с 8 марта и всего самого-самого наилучшего. Спасибо большое. С 8 марта. Спасибо. Знаете, заходишь сюда и сразу пахнет домом. Тепло, уютно. Хочу сказать спасибо за ваши золотые руки. Ведь мы не просто здесь живём, да, мы ещё и кушаем ваш хлебушек. Вся станица, да и не только. Да, и в белых. Спасибо за ваш труд. И знаете, ваша доброта, она передаётся. Хочу поздравить вас с Международным женским днём. Чтобы у вас было всем мир счастья. Чтобы вы любили и были любимы. Чтобы рядом с вами были надёжные мужчины. С праздником вас, девчонки. Удачи, здоровья, благополучия. Всего-всего вам. Поэтому директор теперь вас не забывает. Спасибо большое.